Добрый день, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире с вами мы, Емельянова Анна и Григорьев Сергей, студенты Чувашского государственного Педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Сегодня мы расскажем вам интересные новости и познакомим с интересными людьми. А сейчас, вот, Аня, я хотел бы у тебя спросить, буквально через несколько часов начнется фестиваль День Дружбы Народов. Ты готова вообще к этому событию? Да, конечно же, я готова, ждусь нетерпением его, мысленно со своим факультетом, я его поддерживаю, но еще я буду на сцене. Отлично, я тоже буду поддерживать свой факультет со сцены, ведь я выступаю. Мы, на самом деле, очень долго готовились к этому мероприятию, много репетиций, танцы, песни, вообще просто прописка самого сценария, то есть мы очень много раз меняли концепцию, то есть сначала думали, что будет такой сценарий, потом его практически полностью меняли. Поэтому ждем с нетерпением этих ярких выступлений и тому же, мне кажется, очень интересно посмотреть, как разные факультеты представляют ту или иную народность. Ну да, для меня это вообще первый подобный фестиваль Дня Дружбы Народов и мне вообще очень интересно, как представят различные культуры, то есть мы представляем народ именно русских, мне интересно, как будут представаться другие народы, посмотреть, узнать что-то новое для себя. Ну что, ждем, а сейчас давай перейдем к нашим новостям. Давай. И первая новость. В Нижегородской области прошли соревнования Кубка России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо. В турнире приняли участие около 450 спортсменов. Студентка первого курса факультета физической культуры ЧГПУ имени Яковлева Регина Минбудаева стала обладательницей бронзовой медали весовой категории до 72 килограмм. С чем мы ее поздравляем? Присоединяюсь, да, поздравляю. Итак, переходим к второй новости. 27 ноября в Чебоксарах состоялся региональный этап интеллектуальной олимпиады АКЮПФО среди студентов по направлению что, где, когда. В игре приняли участие 102 студента из 17 команд. В их числе команда Чувашского государственного педагогического университета, Кассиопея, Рисошки и Мимовселенной. По итогам игры лидерами стали первое место сборная команда ЧГУ и ЧГПУ, второе место команда Чебоксарского экономического технологического колледжа, третье место команда Кассиопея факультета естественно-ноучного образования Чувашского государственного педагогического университета, а также команда Чебоксарского института филиала Московского полиотехнического университета. Победителем регионального этапа в марте 2019 года будут представлять команду Чувашской республики на окружном этапе интеллектуальной олимпиады. Обширная новость такая, вот довольно-таки выдалась, но мы переходим к следующей. С 20 октября по 20 ноября в Мордовском государственном институте имени Евсеева прошел Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном языке «Роль иностранного языка в моей будущей профессии» среди студентов неязыковых факультетов вузов. В конкурсе сочинений на иностранном языке приняли участие около 90 студентов из Москвы, Оренбурга, Саранска, Чебоксар и других городов. Стали по результатам конкурса студенты ЧГПУ имени Яковлева, стали обладателями призовых мест. Второе место заняла Руфиня Кеметова, студентка первого курса, факультета естественно-научного образования и третье место у Елены Морозовой, студентки третьего курса физико-математического факультета. Поздравляем их с этими достижениями и переходим к следующей. Четвертой новости. Подведены итоги республиканского конкурса «Чувашия глазами иностранных студентов», в котором приняли участие иностранные студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Чувашской республики. На конкурс принимают участие художественные и документальные фотографии любого жанра. По итогам конкурса студенты Чувашского государственного педагогического института стали победителями в конкурсе в номинации «Чувашия культурное наследие». Первое место занял Батыр Гурбанов, студент первого курса факультета иностранных языков, а также второе место Алмаз Муратов, студент четвертого курса факультета физической культуры. Поздравляем их! А в нашем ВУЗе полным ходом идет подготовка к Новому году. 28 ноября в стенах университета прошел межфакультетский отборочный этап конкурса «Снегурочка-2019». Участницы проявили себя в трех этапах конкурса «Визитка. Новогоднее поздравление. Интеллектуальный конкурс». Лучшей Снегурочкой ЧГПУ имени Яковлева стала студентка физико-математического факультета Ксения Сдобнова, которая и представит наш ВУЗ на городском конкурсе «Снегурочка-года». Организатором конкурса выступает администрация Ленинского района. Желаем ей удачи на городском уровне и желаем тебе только побед! А в воскресенье команда студенческого спортивного клуба «Патриот» Педагогического университета отправилась в Челябинск на клубный турнир ассоциаты студенческих клубов. Желаем вам удачи на этом мероприятии и, само собой, только побед! Ну что, вот наши новости подошли к концу. А сейчас я хочу задать тебе такой вопрос. А вот ты знаешь, куда идут все наши гости нашего ВУЗа и студенты? Ну, в частности, первокурсники. Самое такое главное место. Ну, начинают они, скорее всего, с фойе главного корпуса. Ну, затем, думаю, одно из интересных мест – это столовая. Нет, Лена? Ну, смотри. Так. А, я, скорее всего, понял, о чем ты говоришь. В сентябре мы с моей группой ходили в музей Ивана Яковлевича Яковлева. А, ты угадал. Ты представляешь, что за все время существования нашего музея имени Ивана Яковлевича Яковлева более 368 тысяч человек посетили этот музей? Ничего себе, такая большая цифра. Это почти две трети Чебоксара, даже больше. И сколько вообще пришлось провести экскурсий руководителю музея Иларионовой Маргарите Васильевне, да? Это же вообще прям… Ну, да, очень большая цифра набегает, очень много экскурсий. Вообще, это, мне кажется, очень сильный человек, который провел столько экскурсий, но это действительно достойно уважения. Она работает там более 50 лет, сохраняя и передавая память о таком великом человеке. Круто. Как раз-таки на прошлой неделе наш музей Яковлева праздновал юбилей. Поэтому давайте посмотрим небольшой ролик, посвященный юбилею музея Ивана Яковлева. Смотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» 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 Будучи ребенком, ты мечтала о том, чтобы стать внучкой Деда Мороза. Мечтала подарить радость детям. Круто. А как вообще давно? Ты давно работаешь с Снегурочкой? Ну, уже. Этот год будет четвертый, как я буду работать. На самом деле это очень здорово, когда ты видишь улыбки детей, когда они в тебя по-настоящему верят и ждут с нетерпением Снегурочку и Деда Мороза. Слушай, ну у тебя вообще такой большой опыт в работе с Снегурочкой. А ты участвовала в нашем университетском конкурсе на кастинге Снегурочки? Нет, к сожалению, я не участвовала в нашем конкурсе, потому что я и так с Снегурочкой работаю, поэтому я решила поделиться, чтобы другие девочки тоже воплотили свою давнюю мечту побывать с Снегурочкой. Ты знаешь, что все участницы были сильными, но победу одержала Ксения Сдобнова. Студентка второго курса физико-математического факультета, которая будет представлять наш университет на конкурсе «Снегурочка-2019». Его организует администрация Ленинского района города Чебоксары. Поэтому давай скорее смотреть ролик, как девочки готовились и как они вообще проходили этот этап. Да, давай, с удовольствием посмотрим. Смотрим видео. Этот конкурс в этом году мы запустили как право, но мы хотели посмотреть, будут ли вообще участники. И в следующем году я хочу сделать так, чтобы конкурс уже был обязательным, и из каждого факультета была хотя бы как минимум одна Снегурочка. Каждая участница подготовила костюм. На самом деле они меня очень сильно порадовали, удивили. Каждый из них приготовили разные номера. То есть удивили участницы разнообразием номеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша представительница физмата, она настолько крутая, настолько классная, что мы не смогли проявить, не проявить, не помочь ей, не проявить себя. Мы просто добрые животные. Да. Больше такого ничего. Олень, заяц и белый медведь. Там просто все очевидно. Олень, заяц. Я был очень удивлен тому, что каждая участница приготовила для себя костюм. Очень было удивительно то, что у нас столько много снегурочек в нашем университете, и так легко, в принципе, для них было найти костюмчик. Все очень красивые. У нас даже были две рукодельницы, это Дана и Ксения, которые пришли в своих костюмах снегурочки. Очень классно. Нашу победительницу ожидает конкурс в Ленинской администрации среди учебных заведений Ленинского района. И мы ей желаем удачи, победы, конечно же. Костюм я выбрала сама. Сначала вдохновлялась тенденциями, потом выбирала ткани. И то, что мне понравилось, я составила эскиз и разработала модель. Новый год – это праздник для всех. Поэтому я уверена, что праздник достойный всем. Меня зовут Давнова Ксения, я представляю физико-математический факультет. Снегурочкой была в детских садах, в школах. Это как бы мое, и поэтому я решила поучаствовать в конкурсе. Хотелось поучаствовать, но надеялась на победу. Суть, я сейчас шла только ради этого, чтобы помочь людям поверить в чудо, чтобы они почувствовали атмосферу Нового года, праздник, чтобы поднять им настроение. Я им передавала такие искорки своих чудес и доброты. Мне не передала. О, прости, давай. Я хочу, чтобы вы верили всегда в чудеса, верили в добро, были сильными и верили в сказку, потому что она вокруг нас. Любите друг друга. С Новым Годом! Аня, вот ты уже 4 года работаешь с Снегурочкой, в этом году будет 4-й. И такой вопрос, не мешает ли тебе это вообще в подготовке к сессии? Ну, конечно же, нет. Я уже привыкла, уже наработала схему. Ну, и к тому же талантливый человек, он талантлив, наверное, во всем, поэтому все нужно успевать везде, принимать участие. А вот ты сейчас, на данный момент, уже готова к сессии? То есть ты готова прямо сегодня пойти на зачетный экзамен? И все, что ты изучила за эти полгода? Ну, конечно же, готова, потому что я учусь, я хожу на пары. Молодец. Ну, я на самом деле тоже учусь, тоже хожу на пары, но я понимаю, что мне все-таки нужно многое подучить, многое вспомнить, чтобы действительно отлично сдать сессию. Ты знаешь, мне кажется, это проблема всех активистов. Ну... Когда ты участвуешь везде, когда ты едешь на разные форумы, часто у нас появляются прогулы, поэтому... Ну, хотя, думаю, можно все равно успевать и там, и там, то есть не обязательно, если ты активист, то должен оставать в учебе. То есть спокойно, мне кажется, можно и совмещать. Вот смотри, у меня еще такой вопрос. У нас будут новогодние каникулы, то есть это около 10 дней, и у нас же экзамены будут после каникул. После, да. Вот что ты вообще выбирала на протяжении всей учебы, то есть на протяжении первого-второго курса отдыхать или готовиться к экзамену? Или ты как-то совмещала? Ну, смотри, я совмещала. Первую часть своих каникул я выделяла, конечно же, отдыху, как полагается. А потом уже, конечно же, ты приступаешь готовиться к экзаменам, подучивать все материалы, чтобы успешно сдать. Понял тебя. Ну, я, наверное, сделаю точно так же. То есть сначала немного отдохну, а потом уже займусь подготовкой к экзамену. Свежей головой подойдем. Да. Да. Вот смотри, Ань, как ты вообще решил стать сынгурочкой? То есть это же на самом деле очень ответственное занятие. Ты понимаешь, что ты являешься, действительно, каким-то идеалом такой, частью мечты для ребенка. И ты должна действительно идеально отыграть свою роль, отыграть свою роль снегурочки. То есть не было ли тебе страшно вообще пойти в эту сферу? Страшно. Ну, сначала было. Но, знаешь, всегда двигает, например, мной двигало то, что как раз-таки тот идеальный образ, который складывается, мне кажется, у всех детей. Хочется дарить действительно сказку, чтобы дети в это поверили. И потому что если, ну, не дети, то, мне кажется, кто еще в это поверит, да? Когда мы все становимся взрослыми, в возрослой жизни уже появляются другие проблемы. А дети, они еще чистые, они еще в это во все верят. Поэтому, конечно же, хочется делиться. Во-первых, когда ты делишься с этим детьми, ты сам начинаешь в это верить. Да, согласен с тобой. То есть в общении с детьми вообще сам тоже становишься ребенком. И это, на самом деле, очень замечательное чувство. Всегда оставаться ребенком, сохранять в себе эту часть. Ну, помогает по жизни. Действительно, жизнь становится как-то ярче, веселее. А у тебя, наверное, были еще наставники, да? То есть те люди, которые обучали тебя быть Снегурочкой именно. Расскажи о них. У меня, знаешь, у меня сколько не было таких наставников. Просто я вот... Сохранились такие впечатления, когда еще ко мне, получается, приезжал Дед Мороз Снегурочка. И я прям действительно верила, что да, вот они настоящие приехали ко мне. И поэтому вот именно тот самый отпечаток, который был у меня, вот сподвиг меня уже во взрослой жизни. Блин, шикарно. То есть ты хочешь подарить детям такую же сказку, которую получила сама. Спасибо тебе за ответы, за твой опыт. А сейчас мы переходим к рекламе, и мы скоро вернемся. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова в эфире программа «День студента» и ее ведущие – студенты Чувашского Государственного Педагогического Университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Во время рекламной паузы к нам присоединились наши гости. И это активисты турклуба «Надежда» Сергей Петров и Акулина Сергеев. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. И хотелось бы начать с того, чтобы вы немного рассказали нашим телезрителям о вас самих. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе немного. Я являюсь выпускником физико-математического факультета Чувашского Государственного Педагогического Университета. Мы активисты турклуба «Надежда». Турклуб у нас существует с дальних времен, об этом мы расскажем подробнее позже, конечно же. Активно проводим мастер-классы разные, мероприятия. Живем спортивной жизнью и туризмом. Спасибо. Акулина, давай, наверное, давай. Я студентка факультета физической культуры. Являюсь кандидатом в мастера спорта России по спортивному туризму, а также членом сборной команды Чувашской республики. И представляю нашу республику на всероссийских региональных соревнованиях. Как ты вообще попала в такую организацию, где, казалось бы, должны быть одни мальчики? Я занимаюсь спортивным туризмом уже лет 10, еще со школьных времен, я увлеклась этим. С поступлением в наш вуз я вступила в организацию турклуба «Надежда» и с удовольствием принимаю участие в этих мероприятиях. Здорово. Согласен полностью. И очень втрующееся тоже достижение, что ты являешься кандидатом в мастера спорта. Я тоже как любитель спортсмен знаю, насколько это действительно тяжело добиться какого-то звания и разряда в любом виде спорта, какой бы вид спорта это ни был. Сергей, вот расскажи немного, пожалуйста, о самой истории турклуба. Мы знаем, что она зарождается еще с 1981 года. То есть, как вообще зарождался турклуб, кто были зачинателями всего этого движения? Да, правильно. 29 октября 1891 года 12 студентов факультета начальных классов и художественно-графического факультета выдвинулись на так называемый 28-й километр Канажского шоссе. Это находится не в Канаше, это находится здесь, в чертах Чебоксарского района. В советское время активно ездили электрические люди, любили путешествовать. Они ездили постоянно и, соответственно, приехали на это место. Здесь был зажжен первый костер нашего турклуба. Возвращаясь обратно, в электричке они услышали слова песни Анны Герман. Свети, незнакомая звезда. И решили назвать турклуб «Турклубом Надежда». И это является местом первого костра, где мы собираемся на выходных в октябре и проводим день рождения нашего турклуба. То есть, фактически, создание турклуба, он появился вообще случайно, можно сказать, да? И можно сказать, что все, что с нами происходит случайно, в основном, это самое запоминающееся, что у нас вообще бывает в жизни. Самый важный момент. Да, спонтанно ребята решили организовать такую организацию. Интересно. Давайте немного вообще посмотрим видео, то есть, как это выглядит вся деятельность турклуба. То есть, одно дело на словах, а на практике. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Продолжение следует... 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 то есть самое запоминающееся место именно для тебя? Я в походе, наверное, мой самый запоминающий поход, это был в Хибинах, это Кольский полуостров, это был зимой, я училась в пятом классе, возможно, потому что это мой был первый поход, поэтому он мне очень понравился, это были очень красивые закаты и очень красивые рассветы тоже, наверное, закатами, рассветами, наверное, мне больше всего и понравилось. Какая вообще там была протяженность всего этого похода? Протяженность это мы были две недели, две недели были в походе, зимой, это было в марте месяце. А вот если считать километры, какой вообще был самый такой длинный поход, то есть, не знаю, 100, 200, 300 километров? Не знаю, где-то больше по походам у нас больше специалист Сергей, и поэтому по километражам это он больше знает. Вообще есть походы разной категории сложности, то есть можно официально выходить на маршруты, что это из себя представляет, то есть команда, группа заявляется заранее, также регистрируется в МЧС, чтобы люди знали, где мы находимся и где мы должны выйти на контакт, то есть это все максимально безопасность, максимально у нас участвует в этом процессе. Это не просто ты собрался и все, и поехал куда-нибудь. Это очень много документации, это очень много организаций, инстанций в нем пройти. И поэтому самое минимальное, я могу сказать, самое минимальное, чтобы выйти, это у нас было 100 километров, которые проходятся 5-6 дней в таком плане. Но мы участвуем и на соревнованиях, соревнованиях в плане Рогейна, то есть это за сутки мы должны определенно собрать количество баллов и побывать на разных этапах. У нас вот в ближайшее время на синем троллейбусе мы с парнем, с Денисом Ивановым, пробежали 43 километра, это буквально за 7 часов. Здравствуйте. Также у нас выпускница нашего университета, это Анна Карпова. Она покорила Северный полюс в рамках экспедиции. В рамках экспедиции она прошла от станции Борнео до Северного полюса. 7 дней вроде они были в походе. Я умудряюсь таким людям, как вообще можно покрыть Северный полюс. А вообще, вот, ребят, получается, все ваши экспедиции, путешествия, они, как правило, же в летний период проходят. А чем вы занимаетесь зимой? Зимой я веду подготовку к соревнованиям, к соревновательному сезону. То есть это беговая тренировка. То есть у вас прям идет подготовка усердная, чтобы... Это бег, техническая тренировка и общая физическая подготовка тоже в том числе. Кстати, да, я тоже хотела спросить, какая вообще должна быть минимальная подготовка. Ну, понятно, что требования к спортсменам одни, а требования к тем людям, которые идут в поход, ну, другие, да, насколько я понимаю. То есть какая должна быть подготовка у человека? Он должен пройти какой-то курс, там, недельный, месячный. То есть как это вообще происходит? Как вы отбираете людей в поход? Вообще ходить в походы можно и по Заволжье. Заволжье – это уникальное место здесь у нас. Самая ближайшая идея – минимум затрат. Затраты в основном только на еду и на транспорт. То есть это прибытие на место назначения. И что минимально? Нужно прийти, просто прийти, выйти, встать и прийти на это. Звук сердца. Самое главное. Более сложные походы – это, конечно, уже идет подготовка. То есть подготовка у нас идет, это так называемый зимний период, как все мы уже предоставили и по соревнованиям тоже в зимний период в основном готовятся. Все походы, большие походы, они совершаются в весенней части и ближе к августу и к осени. Весной, потому что снег стоит еще, то есть это максимально безопасное время для прохождения дистанции. А осенью – это бархатный сезон. Бархатный сезон – это место, когда в южной части, в основном, когда еще тепло, ты приезжаешь, у тебя на солнце 20 градусов, и ты нежишься еще солнечными лучами. А подготовку мы ведем уже сейчас. У нас начала работа школы туризма. Школу туризма проходит у нас в помещении турклуба. Турклуб очень большой в плане снаряжения. Университет нам помогает, выделяет деньги на закупку снаряжения, потому что снаряжение очень дорогое. На самом деле, да. Вот спортсмены не дадутся собрать. И есть место, где заниматься, есть все условия заниматься. Нужно просто прийти и начать этим делом. Всех приглашаем к нам на занятия. Давайте мы сейчас уже немного начнем нашу подготовку. Вот телезрители уже давно увидели, что вы принесли с собой карабины, веревки и компас. Что вы хотите нам показать, чему обучить? Давайте приступим к этому. Начнем, наверное, с самого простого. Это карабины. Карабины бывают разные. В данном случае мы будем просто открывать-закрывать. Его можно попробовать. Ладно, попробуйте. Такие карабины у нас используются для... Они нужны, получается, для скрепления. Нет, это скрепление, оно не предоставляет безопасности. Такие мы обычно используем в дисциплине дистанция пешеходная для закрепления веревок заспанных, чтобы они не упали. То есть сюда можно прицепить легко что-нибудь. Да. И оно будет висеть и легко достать. То есть это, по сути, просто для удобства, чтобы они таскались в руках. Такой карабин, этот же с муфтой, это для того, чтобы спортсмен мог предоставить себе безопасность. Потому что если оно закрылось, обратно оно не откроется. И можно висеть... Можно, например, показать. То есть вот. Если на него нажимать, он не открывается. То есть специальные манипуляции надо проводить в этом плане. Ну, обычно вот такая вот это основные карабины, которые используются и в походах, и в соревнованиях. То есть можете попробовать открыть. Так, это уже понадежнее. Я бы точно... Ну, и посложнее. Если бы я пошла в поход, то я бы точно доверена. Тут уже, наверное, идет тренировка, как и сборка-разборка автомата. То есть, чтобы быстро открыть, закрыть? Да, то есть скорость. Вообще, в этом плане очень круто. Туризм может зайти в образование, в обучение детей, разнообразить их быт. Мы проводим разные соревнования, те же самые. Открытие-закрытие карабина на скорость. То есть соревнуются два человека. Можно открывать-закрывать карабин за спиной, дальше с закрытыми глазами собирать. И это очень развивает мышление детей и нарабатываются разные навыки. А какие у вас вообще самые молодые участники вашего турклуба? У нас также в рамках турклуба мы проводим проект. Проект – это детский эколого-туристский палаточный лагерь. То есть мы летом проводим смены. Детские смены проводятся на реке Большая Кокшага в Заволжье. И здесь у нас бегают дети. Дети, наверное, ползают, можно сказать. Но они не в рамках смены. То есть приезжают с родителями. Родители тоже с нами вместе. То есть семейные выезды осуществляются. И мы организуем для детей друзей, знакомых вот такое мероприятие. И прививаем любовь к природе. Любовь к экологии. То есть там и обучающие программы, любовь к туризму. И такие спортивные занятия проводим. То есть очень насыщенная семидневная смена получается. И все уезжают и рады этим моментам. На самом деле очень ценные такие навыки вы даете детям. Ну, это еще связано с тем, что очень много молодых детей. Потому что родители берут с собой детей. И можно очень часто наблюдать и на соревнованиях. И вообще то, что мама бежит, а папа ребенка нянчает, и они меняются. И это проходит не в рамках маленьких соревнований, а в российских соревнованиях. Просто сперва отец пробежался, мама с ребенком болеет. А за него потом поменялись. И не такая эстафета произошла. И уже мама бежит вместо на станции. То есть такая прям смена поколений там происходит. Это очень радует, что дети воспитываются в правильной атмосфере, в правильной спортивном духе. В будущем дети тоже занимаются спортом. И по вечерам это, конечно, костер, где все собираются и играют песни, звучат песни очень красивые. Мне кажется, это прям особое таинство такое, да? Кстати, да, вот есть какое-то посвящение в отряды турклуба? Есть какой-то такой ритуал? Ну, есть. В отряда турклуба меня не посвящали, но в первый поход меня точно посвятили. Это вот на моем первом походе. Это мы делали... Нам делали небольшой квест выполнения разных заданий. Это, например, почистить зубы или умыться снегом, например, в обычных условиях. Или зажечь костер из подручных материалов. То есть пять лет ты зажигала костер? Ну, не в пять, это было... Ой, я в пятом классе, да, говорился. Да, в пятом классе, да. То есть это такие же тоже навыки, которые пригодятся в жизни. А такие мероприятия мы проводим, конечно. Конечно, это в основном, когда собирается группа, уже как бы основная часть остается у нас в турклубе именно того года поступления. И мы с ними делаем поход выходного дня. Это выход в лес. И здесь мы, конечно, проводим посвящение. Посвящение бывает разное, да. Завязываем глаза. И им даем в руки веревочки. Разные вот такие можно, две веревки. Там они закрытыми глазами должны прикрепиться к соседу. То есть завязать эти веревки, сделать одну линию и проходить разные испытания. Испытания довольно простые. Например, это они стоят, и мы берем их резко на руки и перемещаем в другое место, ставим. Они там в неожиданности оказываются. И ведем, получается, по разным тропам, где есть небольшие ямки, есть между деревьев проходят, между листвой и разными кустарниками. И они такие все в ощущении. То есть это нереальные эмоции, которые испытывают после походов, соревнований, после таких подобных мероприятий. А вот смотрите, что вы вообще можете посоветовать как спортсменам туристическим, так и просто туристам, которые либо боятся начать путешествовать, либо уже путешествуют. То есть, ну, ваши пожелания, грубо говоря. Наверное, для начала это не бояться и очень сильно захотеть. Это самое главное, я думаю. Ну и перебороть лень, что самое чаще всего у нас встречается. У всех, наверное, такое было. Есть какое-то мероприятие. Стоит ли меня туда пойти или нет? Вроде я хочу, есть сомнения. А я думаю, просто надо встать и идти. Попробовать, не понравится, можно в других местах искать себя. А если затянет, то, пожалуйста, все двери открыты. Всему научим, всему обучим и расскажем, что и как есть. Кстати, вот полностью согласен. Действительно, когда стоит выбор делать или нет, это надо как в фильме всегда говорить «да». Да. Вот скажи «да» и иди делай. Вот потому что сейчас тоже был выезд у нас, осенний выезд. Нас университет отправил, получается, поощрять активистов нашего вуза. И мы поехали на Кавказ, именно те места, где я был, на Архез. И мы прошли поход. И было много людей после того, как мы приехали. Увидели наши видеоролики, увидели наши фотографии, какие виды мы видели, какие там рассветы были. Один из важных моментов, наверное, мы всегда встречаем рассвет в горах. То есть это есть такая традиция. И были все тоже просто с колоссальными эмоциями приехали. Я вот три дня любовалась фотографиями, которые они потом выложили. К сожалению, я не смогла поехать, так как у меня были соревнования в Подмосковье. Это всероссийские, одни из массовых соревнований гонки четырех, где мы достойно выступили, заняли второе место в нашей женской сборной команде. И я вот, Сергей, думаю, я вот тоже хочу, вот не могла. Я очень надеюсь, что в следующем году я смогу, у нас не попадет соревнование, и мы все равно, я поеду, надеюсь. И все самое главное, потом пишут, блин, почему я не поехала? Все отписываются, такие классные, крутые виды. Нужно было просто решиться. Были у нас и девушка, которая три дня думала, но все-таки решилась поехать и ни разу не пожалела. То есть до этого, наверное, было много людей, которые вступают в турклуб, не вступают. А после этого просто шквал, наверное, людей, да, которые хотят. Да, у нас день открытых дверей недавно прошел, и было довольно-то массовое. У нас вся аудитория была заполнена, и мы провели такие мини-игры. И все у нас были довольны. Сейчас идут, приходят на школу туризма, и мы их обучаем. Спасибо большое вам вообще за ваши рассказы, за то, что просветили нас немного в свою деятельность, за то, что показали вообще замечательный ролик. Ну, действительно, я думаю, у многих телезрителей, и у нас в том числе появилось желание. Цветились, этой атмосферы. Да. Но нам, к сожалению, приходится прощаться. Да, ребят, спасибо большое, что пришли к нам в гости, что поделились с нами, с нашими телезрителями о таком опыте. Ну, а что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...